Мне очень приятно быть в Волгограде. Я, к счастью, здесь не первый раз, как известно. Это очень важный город, как вы прекрасно знаете, с очень особой историей и с очень большими сегодня проблемами. Мне сразу стало ясно, что проблемы в Волгограде вроде бы с одной стороны типичные для России, но по некоторым вопросам они просто вызывают даже удивление, даже на фоне российских проблем. Основатели, один из лидеров Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский посетил Волгоград, чтобы не только представить общественности кандидатов на нынешних муниципальных выборов в Волгограде-Волжском, но и донести свое мнение о социально-политической ситуации в регионе. ЖКХ – проблема общероссийская, но в Волгограде вопрос стоит особенно остро. В том, что в отсутствии прозрачности, подотчетности, в том, что нет конкуренции, в том, что существует монополизм, в том, что управляющие компании – это всегда компании родственные властям, в том, что сколько денег туда не вкладывая, они не доходят до целевых адресатов и разворовываются по дороге. В том, что целый пласт жилья, вообще говоря, жильем невозможно назвать. Причем Григорий Явлинский четко заявил, что эта сфера ответственности подотчетно должна быть городским властям, которые в данном случае, по его мнению, бездействуют. А еще одна практически уникальная проблема – в сфере медицины. В том числе он напомнил о недавнем скандале с отсутствием жизненно важных лекарств. Город лишен городской медицины. Это серьезнейшая проблема. Ведь везде стараются медицину приблизить к людям. Медицина очень эффективна, более эффективна в тех случаях, когда она приближена к тому, где живут люди. А здесь сделано все практически наоборот. И, следовательно, многие услуги медицинские просто стали практически почти недоступными. Это касается, например, роддомов. Это касается детского питания. Я считаю, что это абсолютно недопустимые вещи. А вот дороги в России почти весь день не соответствуют высокому качеству. Но Волгоград и здесь отличился, считает Явлинский. Почему нельзя научиться сделать так, чтобы дорога была такая, по которой можно ездить? Это я не понимаю. Миллиард четыреста миллионов на дороге исчезли, а дороги остались такими же. Почему такой город, о котором знает весь мир? Ну, весь мир знает об этом городе. Почему здесь нельзя сделать нормальные дороги? Я это вот не могу ответить. А потому что власть безразличная. Потому что она занимается чем-то другим. Основатель «Яблоко» в России напомнил, что в Новгородской области уже возбуждены уголовные дела по нецелевому расходованию дорожных денег. Но самое большое недоумение у Явлинского вызывает при всем социальном неблагополучии регионы и разбитых дорогах огромные расходы на СМИ. — 380 миллионов рублей в бюджете выделяется на освещение деятельности губернатора. Вы представляете себе, какого микроскопического размера должна быть деятельность, чтобы без микроскопа за 380 миллионов рублей ее нельзя разглядеть даже. Если деятельность есть, то не нужно 380 миллионов, чтобы ее увидеть. 380 миллионов нужно только тогда, когда это просто вот на уровне, это электронный микроскоп нужен такой вот, чтобы увидеть, что же там сделано. Ну это же просто смехоподобные какие-то вещи. Потом за 380 миллионов можно и дорог много отремонтировать, мне кажется. Это было бы весьма полезно. По мнению Григория Явлинского, при недавней встрече президента России Владимира Путина с местными чиновниками не обсуждались важные проблемы, поскольку им просто нечего было представить главе государства из сделанного в Волгограде и регионе. – Президент недавно приезжал в город. – Фонтан? – Нет, ну фонтан-то это, конечно, важная вещь. – Ну что-то другое еще могли руководители города, кроме фонтана, обсуждать с президентом? Ставить вопросы соответствующие. Уверяю вас, это во многом зависит от инициативы и знаний, и желаний, и политической воли руководства города. Потому что, если, конечно, руководство города боится разговаривать с президентом, а вдруг он спросит, а где эти миллиард четыреста, которые на дороге? Тогда лучше не трогать, тогда откроем фонтан и все, и будем все довольны друг другом, составим такое общество взаимного восхищения и все. – А вот куда исчезли зеленые насаждения в Волгограде, видимо, говорит явлинский, власти местные тоже президенту не хотят рассказывать. – Ну, почему зеленые насаждения на Мамаевом кургане, вот сейчас я ехал на него, выглядят так, как будто это просто тут чуть ли не центр пустыни Сахара. Там вся эта зелень в таком положении, как будто ее не поливали вообще никогда. Ну, когда эти проблемы будут решаться? Куда уходят деньги, выделяемые на решение этих проблем? Ну, это же святые места, это же святой город, это же город судьбы всей страны. – По-видимому, считает политик, сейчас партия власти в регионе готова переложить ответственность на кого угодно за происходящее, только не на своих однопартийцев. – Наверное, «Единая Россия» расскажет вам о многих успехах, которые происходят в городе. Но это ее, так сказать, работа. Судя по тому, какие плакаты я сейчас видел, это удивительная партия, которая агитацию строит таким образом, как будто не она является правящей партией, она недавно прилетела откуда-то с Луны или откуда, и как увидела это все, и говорит, боже мой, оказывается, бюджет-то непрозрачный, чиновников-то больше, чем положено, дороги-то никто не делает, что там еще написано на этих плакатах. – Антикризисные программы. – Реформы-то, оказывается, никто не производит и так далее. – Я когда-то видел замечательную такую карикатуру, была она в конце 90-х, когда идет огромная демонстрация, и посреди демонстрации идет Борис Николаевич Ельцин с плакатом «Банду Ельцина под суд». Он тоже хотел участвовать вместе со всеми. Вот так, похоже, ваша «Единая Россия». «Долой Единую Россию». Вот эти плакаты означают «Долой». Ну, правда, они пишут, голосуют за эти. Но это очень странно. Ну, отчитались бы, что они делают. А кто им мешает? Ну, сказали бы, вот кто мешает? Кто вам мешает за столько лет вот это все сделать, что вы там написали?